Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка под компанией ZigMill с именем я, Артур Изиатурин. Несмотря на относительно спокойную потребительскую картину в Британии, фабрики связывают Brexit с сильной неопределенностью. Это стало понятно из опроса менеджера по производственным закупам, отчетывающего в пятницу, который показал, что фирмы сокращают рабочие места и накапливают товарно-материальные запасы рекордным темпом с начала 90-х годов, таким образом лидируя в неприятии к риску среди стран Большой Семерки. Индекс менеджеров производственных закупок от агентства Market, барометр производственной активности в Британии снизился незначительно с 52,6 пунктов в январе до 52 пунктов в феврале. Однако не стоит путать рост активности в подготовке к негативным сценариям будущего и активность в повреждении подъема экономики. В первом случае она имеет оборонительный характер с неблагоприятным прогнозом динамики. Рост выпуска британских предприятий происходил за счет заказов на выполнение товарно-материальных запасов, сокращению задержек по поставкам, отставания от игрок и так далее. То есть порыв к стабильности очевидно обусловлен рисками жесткого Брексита, в случае которого работать с европейскими контрагентами придется уже на других ценовых и таможенных условиях, которые пока также неизвестны. Субиндекс PMI, отражающий темпы складирования запасов, вырос в феврале до 509,1 пункта, максимального значения за все время отслеживания измерения данного показателя среди стран G7. Около 70% фабрик предсказуемо сообщили, что источником неопределенности является торговые условия с Евросоюзом после выхода из блока. Британии должны официально завершить процесс дезинтеграции 29 марта в этом году, однако политики в Лондоне сейчас продолжают спорить о деталях бракоразводного процесса, который по их опасениям может поставить страну в невыгодное положение, особенно в сотрудничестве уже с независимыми ЕС. Речь идет в частности о доступе к единому рынку ЕС, который для британских фабрик является основным источником. Основным рынком сбыта по статистике 44% экспорта Британии приходится на ЕС. Также в детали, которые обсуждаются, можно включить миграционные, таможенные условия. Есть риски, что Британия, став независимой, может лишиться преимуществ нахождения в блоке, однако из-за прежней тесной интеграции где-то что-то недосмотрят и будут продолжать нести прежние издержки. Экономический рост страны резко замедлится в четвертом квартале 2017 года, когда счет затухания общего импульса мировой экономики, так и внутренней слабости, порожденной затянувшимся выходом из блока. Премьер-министр Тереза Мэй допустил возможность небольшого продления крайнего срока выхода на эту неделю. Фунт торговался на повышенной ноте на этой неделе, но затем перешел в снижение, так как главный оппонент консерваторов партии либористов согласилась держать повторный референдум. Это происходило здесь, что стимулировало рост фунта, что увеличило шансы на сохранение членства в еврозоне, но затем новости о продлении Brexit, то есть опять внесение премьером новой неопределенности касательно сроков, оно запустило новый тренд, тренд на снижение фунта. Производство представляет 10% ВВП в Британии и рост увольнений, достигший максимума за 6 лет, может в конечном итоге подорвать потребительскую уверенность и приглушить главный драйвер рост потребления. Банк Акли, конечно же, выразил готовность поддержать экономику любой ценой, что делает курс на ужесточение политики в этом году, делом взглядов только на маргинальных экономистов, инвесторов. Конечно же, ставки должны будут оставаться долго, длительно на низком уровне, пока неопределенность не начнет, пока ситуация не начнет проясняться. А на сегодня у меня все, спасибо за ваше внимание, увидимся с нами в понедельник. Спасибо.